Астраканское областное телевидение представляет Совместный проект Астраканского филиала Российского Союза Боевых Искусств Телеканала РЕН-ТВ Астракан И школы Длун Боевые искусства в Астракане История и будущее, философия и практика Тренировка души и тела Занятия для сильных, спокойных и уверенных в себе людей Ведет цикл Александр Рудаков Вице-президент Астраканской Федерации Всестилевого Каратэ Здравствуйте, уважаемые друзья Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных боевым искусствам Культивируемых у нас в Астраканской области И сегодня мы первую передачу решили посвятить именно традиционному каратэ Сиотаркан Как ни парадоксально, но родиной каратэ Является не Япония, а архиопалаг Рюсю Остров Окинава Дело в том, что дипломатические отношения между Окинавой и Китаем Были первыми, чем с Японией И, соответственно, большой порт подразумевал себе обмен товарами Естественно, и боевые искусства с Китая со стран, таких как Вьетнам, Таиланд Естественно, приходили на Окинаву В 1609 году японский князь покорил архиопалаг И, соответственно, ввел запрет на оружие То есть доходило до того, что в каждом селе был только один нож и топор Которые примыкались на цепь и охранились солдатами И, соответственно, японскими солдатами Что оставалось делать окинавцам? Чтобы защитить себя, дом И, естественно, развивать боевые искусства Ну, Окинава-Т Называлось это вид боевого искусства Отличался тем, что очень сильными ударами руками и ногами Потому что крестьяне тренировались по ночам В основном, как сейчас это у нас называется, тамишевари То есть разбивание твердых предметов Срубали ветки, сучи ногами и руками Но доходило до того, что опытный боец Мог вполне противостоять вооруженному сумураю То есть защитные доспехи, которые вдребезги лопались после удара рукой или ногой И, значит, соответственно, как бы вот это боевое искусство развивалось В конце 19 века окинавец Гетин Фунакуси Привез в Японию окинау-Т И стал его пропагандировать С каким трудом это было, значит, это отдельный разговор Но карате прижилось, и Гетин Фунакуси считается основателем карате Самое главное, что окинава-Т Не несла в себе философского аспекта Гетин Фунакуси назвал свое боевое искусство на основе окинава-Т Карате-до, что означает путь пустой руки Значит, основной принцип карате звучит так В карате не нападают первыми В карате бьют первыми И недаром на могиле у Гетина Фунакуси Где похоронен в одном из монастырей Написано, что в карате нет ни одного движения Которого несло в себе аспект нападения Вот сегодня мы находимся в школе ЛУМ И сегодня поговорим о Сютакан-карате О традиционном карате О федерации фестилевого карате Которая у нас существует в Астрахани Сегодня я представляю вам директора школы ЛУМ Мы находимся в этой школе Которая культивирует Сютакан-карате Это Волчков Сергей Борисович И ведущий инструктор школы ЛУМ Политив Варим Нагалович Итак, в 2002 году На основе нескольких общественных организаций Была создана Астраханская региональная федерация фестилевого карате Куда вошли ведущие клубы Ну практически ведущие и Скажем так, единственные клубы карате Которые развивают стиль Сютакан Это клуб Шота Школа ЛУМ Клуб Белый Тигр Торнадо И Шотакан Вот шесть клубов, которые Создав три общественных организации В результате сделали федерацию Счастливого карате С тех пор За счет этой федерации Было проведено немало соревнований Немало различных мероприятий Которые помогли развиться Стиль Сютакан В Астраханской области На том уровне, который сейчас он представляет То есть в данной ситуации у нас один мастер спорта По карате Сютакану У нас несколько кандидатов в мастера спорта По этому виду призеры и победители И первенств и чемпионатов Европы И также мира То есть достаточно солидный запас Медалей и призеров Вот именно благодаря тому, что была организована федерация Наша федерация на равных основаниях Входит в состав Российской Федерации боевых искусств По именно направлению Сютакана Это во-первых И во-вторых является членом Российского Союза боевых искусств Которого возглавляет Кириенко, министр И Трутнев В нашу федерацию возглавляет Министр финансов Астраханской области Миронов Станислав Константинович Который сам также занимается Каратэ именно стиль Сютакан Особенности и небольшие отличия Каратэ Сютакана Именно традиционного каратэ От других направлений В частности стиля Кёку Синкай Который у нас в Астрахани развивается Следующие Кёку Синкай И стиль Сютакан На спортивном уровне Отличаются правилами соревнований Зонами нанесения ударов И степень силы Контроль силы При выполнении техники В каратэ В традиционном каратэ Сютакан При отработке на тренировках базовых элементов Предпочтение отдается Прямому мощному удару рукой И прямым ударом ногами В основном И в принципе вся база строится На основе этих приемов То есть они же тренируются С применением жестких предметов Они же тренируются в парах И доводятся до совершенства Чтобы буквально одним ударом Можно было свалить противника с ног Первое что Когда ребенка приводят в зал Научить Махать руками и ногами Это всегда легко и просто А суметь довести До спортсмена Или до ребенка Умение Применять эту силу Умение Чувствовать Когда ты Можешь применить ее Когда не можешь ее применить Умение Немного говорить Умение говорить правильно Умение Думать правильно Умение поступать правильно Вот Карате само по себе Чем отличается В других боевых искусствах Именно тем Что философия Превыше всего Умение защитить себя Умение защитить ближнего Умение применить свою силу Которую ты научился В зале Во благо чего-то Или во благо кого-то Самое главное Что когда ребенка Приводит заниматься Боевыми искусствами По мере продвижения В своем техническом плане Он станет спокойней Выдержанней То есть все эмоции Которые Он может выплеснуть Здесь в зале Он выплескивает здесь И На более Вещи Которые как бы Противоестественные То есть драка Там и прочее То есть ему просто Не хватает времени ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА